Династия Аспурга, сармадская династия Баспора Вероисповедание, Таргилейство Возможно на поздних этапах Таргилейство было смешано с зороастризмом и христианством. Если так, то с христианством катарского толка. Также могли быть отдельные поздние цари именно Византийского исповедания, но это не доказано. Однако если потомки династии уходили в другие страны, где преобладало христианство, часто они принимали религию большинства знати своей новой родины. Таргилейство тех времен представлено в четырех серии трех сезона сериала «Зена» и ряде других серий «Зены» и «Геракла». Но там же представлен культ Дахока, который стремится подменить истинную веру Всевышнего. Это может быть отсылкой к фарамелиховой ереси, которая стремилась занять место таргилеанства. Также там есть отсылки к тому, что в результате иудейская религия, а точнее основанная на ней христианство, подомнет под себя все остальное. Облик жреца Дахока после трансформации из четырех серий трех сезона сериала «Зена» вполне неплохо символически. Дахока изображает то, как стремились выглядеть шаманы фарамелиха. На времена нового царства фарамелих давно был мертв. Возможно, после тюрьмы он одумался и в тингрианство вложил ряд мудрых основ таргилеанства. Но последователи той самой древней жуткой фарамелиховой ереси продолжали жить и вербовать к себе новых адептов. В Боспоре раннее христианство смешивалось обычно с таргилеанства. Очень важным объединяющим фактором было почитание святого учителя Христа и в том и другом учении. Но некоторые общины смешивали учения с фарамелиховой ересью, они охотнее шли на сотрудничество с другими иудохристианскими общинами и даже принимали участие в установительных вселенских соборах. Ограниченная независимость в содружестве с Римом. То есть, у Боспора сохраняются все признаки независимого государства, но некоторые решения во внешней и внутренней политике боспорским царям диктует Рим. Рим не захватывает Боспор, но Боспор называет себя другом Рима, и в этой дружбе именно Рим диктует правила. Степень соотношения зависимости и свободы определяется конкретной ситуацией, временем, а также тем, кто правит в Риме, а кто в Боспоре. Ранние договоры, которые Цезарь заключал с царем Фарнаком и Митридатом Акаянным, гласили о объединении Рима и Боспора, как содружество двух независимых держав, которые формируют внешнюю и внутреннюю политику, исходя из интересов друга и взаимных соображений. Рим Рим стремился к полному доминированию, хоть после Митридатовых войн не решался начинать новые. Рим часто диктовал, оставляя за боспором лишь право просить, но не беря на себя обязанность выполнять эти просьбы. Династическое, царственное имя имело в себе общее имя всех представителей Тайбериуш Джулиус Филокайсер Филоромаис Юсибс, в которое, между первой частью, Тиберий Юлий, и перед третьей, благочестивый друг Рима и Кесаря, писалось личное имя правителя. Личная часть имени может состоять только из имени или имени с номерным показателем, если он не первый своего имени. Существовала и сокращенная версия, состоящая из первой части и личного имени. Имелась вариативная четвертая часть, которая имела в себе информацию типа «Базилевс Боспора Кемерийского», «Базилевс Синдов» и «Меотов». Иногда Архонт Пантикопея. Первично предполагалось, что основные эпитеты Аспаруга Раскупорид и Саурамат, также станут династическими именами, которые будут общими для всех его преемников, но его эпитет Саурамат даже по отношению к нему не особо прижился, хоть поздние и были цари с таким именем, но в том случае, это было их личное имя. Раскупорид сохранилась как основной эпитет Аспаруга. Но позднее оно также не стало общим для всех будущих поколений, хоть тоже встречалось как личное имя у будущих правителей. Имя князей Саурамат, в отличие от аналогичного имени у самих Саураматов, в данном случае означало, что они являются Одни потомками царственной, сар, матери, мата, динами. Два потомками самих Саураматов, великой династия правящей Саураматией и имеют династическую принадлежность к ней. Три отважными воинами, имеющими мечи и готовыми защищать свою родину. Четыре солнечными правителями, которые верны Всевышнему Солнцу Богу. Имя Раскупорид оказывало на чистопородность князей и их право, по праву наследства править в Боспорском царстве. Раскупорид Саурамат предполагалось для использования в общении со Скитией и Сарматией. Имя Тиберии Юлий Аспарук получил от римлян и в совокупности с финальной частью имени, благочестивый друг Рима и Кесаря, должно было обозначать легализацию правителей в римском мире и их дружественности до Н.Э. Динамия фраа занесала Адика Саряк Нессипалада. 65-го года до Н.Э, 13-го года до Н.Э. Асандр-2-Калинник, царь Боспора, Кей. 17-14 до Н.Э. Аспург, не позже 8-ми год до Н. 38-го года Н.Э. Метридат-8, царь Боспора в 39-44 или 38-46 годах. Коти-Эсай, царь Боспора в 44-63 годах. Евника, Дыр, Греч. И, Айвек, после 69-ти, жена царя Боспорского царства Котиса Ай. Временно была царицей во время несовершеннолетия своего сына Рескупорида-2. Рескупорид-2, царь Боспора с 68-ми по 93-го год. Саврамат Айктист, царь Боспорского государства в 93-123 годах. Котис-2-123-132. Реметалкай, 131-154. Евпатор, царь Боспора в 154-174 годах. Саврамат, царь Боспорского государства в 174-175-210-211 годах. Рескупорид-3, реметалк Клиан, царь Боспора и Тавроскифов в 210-227-228 годах. Реметалк-2, Рескупорида Ктист-Гаэт, царь Боспора и Тавроскифов в 226-228 годах. Котис-3, царь Боспора в 227-228-234-235 годах. Саврамат-3, Фенедзек, царь Боспора в 229-232 годах. Рескупорид-4, царь Боспора в 233-235 годах. Энинтимий, царь Боспора в 235-242 годах. Рескупорид-6, царь Боспора в 239-253, 255-257, 261-267 из 272-го года до своей смерти. Рескупорид-6, Саврамат, Рескупорид-Айтиберий, Рескаприд-Стиверец, известен только по и ас-царей. Тиберий Юлий Сингис, также известный как Сингерс, умер 276. Тейронай, царь Боспора в 275-278-279 годах. Саврамат-4, царь Боспора в 275-276-286-311-318 годах. Фарианг-Силист-Хеликс-Катар, царь Боспора в 252-253-254 годах. Хидос-Бий, царь Боспора в 267-272-278-279-285-286, когда умер. Таторес-Саврамат, правитель Боспорского царства с 285 по 309 год. Рескаприд-Радамсат-Санадар-Саврамат, царь-соправитель Боспоров 308-309-322-323 годах. Рескаприд-7, царь Боспоров 303-341-342 годах. Саврамат-Ви-315-338. Известен по и ас-царей. Рескаприд-8, царь-соправитель Боспоров 322-323-36-337 годах. Саврамат-6, известен по и ас-царей. Царь Боспора только в южной части с 342 до своей смерти 370. Рескаприд-9-314, после 342. Рескаприд-экс, царь Боспоров 342-359 годах. Ремиталк-3-рескупарид-361-434, известен только по иск.сп.царей, воевал с нашествиями гетов плюс римскими провокациями. Евпатор-2-саврамат-434-450, известен только по иск.сп.царей, сын Ремиталка-2-рескупорида, воевал с нашествиями гетов плюс римскими провокациями. Тиберий-Юлий-Саврамат-7, д-слэш-н, кей. 391, царь Боспоров 370-391 годах. Тиберий-Юлий-Тейрон-2, царь Боспоров 391-402-428 годах. Эх, э, основал династию, которая правила, до Вивека. Аспорг получил в Риме имя и добавил к своему имени, Тиберий-Юлий, подчеркивая то, что как союзник Рима, не только Рим имеет власть над Боспором, но и Боспор является соправителем Рима. Кроме того, Аспорог имел среди своих предков и потомков, римских императоров и будущих императоров Византии. По матери он был правнуком Евпатора, самого упрямого и временами самого опасного соперника Римской империи, а через него от Архианакта и Ахимена, персидского царя Кира-2, около 590-530 года до н. По сарматской супруге Фарнака, от сарматской династии, изначальным прародителем которой был сам Саагаст, воплощенный Всевышний Солнце Бакрама. Учитывая браки сарматской, скидской, кеморийской и кельтских династий, и все это присутствует. По какой-то из линий также предками были фараоны Египта, и могучие цари такие как Хальдрунг-Великий, Вестибор-Строитель, Саган-Сервимысл и Освянтх. По бабушке Динамии, дочери Палака, Аспорог был пангерадом, наследником пангерадов и младших анхарианов, в свое время создавших крымскую скифию и правивших ею. В облике и царственных атрибутах потомки Аспорога также совмещали элементы, свойственные древним архианактидам и спартакидам, пангерадам-анхарианам, киевским барсам и сарматам. По линии Евпатора он имел и прославленных эллинских предков, полководцев, а затем и диадохов, Александра Македонского, Великий, Антигон-Наймон-Афтальм, Кей. 382-301 года до Н. Прародитель Антигонидов и Селев-Кайникатор, Кей. 358-281 года до Н. Прародитель Селевкидов. Асплюс Праг равно ясное по эрогнении равно ясное устремлении равно Аспраг равно ясно устремленный. Праг, как в имени города Прага. Спрага о жажда, прогнение о желание. Прага, как и мага обозначение силы, но если мага может быть и внешней силой, то Прага – это сила, происходящая изнутри, из внутренних стремлений. Греч. Аа, щит, и индоевроп. Орг, ург, творец, служит одним из пояснений смысла имени, стойкий, творец защиты, и т.п. Имя Аспорбус имеет иранскую трактовку, Аспа – лошадь, и Аспабара – всадник. Ассандр – ясный человек. Аспрага – ясное, правильное стремление. Также родственно имени медийского царя, Астагес, которое может быть упрощенной версией от Астагаст. Есть теория, возводящая Аспоруга в сыны Асандру-2, сыну Асандра-Ай, но это опровергается рядом источников, в которых Аспоруг называется именно сыном Асандра и Динамии. Тиберий Юлий Аспург, Рескупорит Ай Аспург, Лат. Тайбериуш Джулиус Эспергас Филаромаес, Тайберирс Джулирис Эспергерс. В двух надписях из Пантикопея великий царь Аспург назван царствующим над всем Баспором, Феодосией, Синдами, Меатами, Маитами, Торпитами, Торетами, Псесами и Танаитами, что является смысловой отсылкой к титулатуре времен Спартакидов. В Геральдике видим традиционный для Баспора, треногий алтарь Аполлона, видим солнце над львом, в растительном венке, также видим князя в короне символизирующий солнечные лучи, как у Птолемея. Видим, что культ Евпатора, которого стали изображать на мечеобразных постаментах, стал одним из основных культов торгелианства. Динамия и ее сын Аспургас организовали мятежи и восстания против царя Полимона Ай, который из-за этого мог контролировать только часть Баспорского царства. Аспургас продолжал свою политику восстаний против Полимона Ай в течение многих лет, пока его последователи, наконец, не добились успеха в восьмом годе до Энн, удалось поймать и убить Полимона Ай. Самое позднее к 10.11 грамма, Энн. Аспургас принял наследство своего отца как баспорский царь и показал себя решительным правителем, которому удалось отодвинуть границы своей империи до города Танаис в устье Дона в Черном море. Море, примерно в 20 километров к северу от Азова, и стебли скифской экспансии. При восшествии на престол Аспург принял имя Рескупорит Ай-Аспург. Его полный титул по сохранившимся надписям был «Друг Кесаря и друг римлян», «Царь всего Баспора», «Феодосии», «Синдов», «Меотов», «Торпетов», «Тариатов», «Псессов» и «Танаидов», а также покровителем скифов и тавров. Аспург стал основателем новой династии Рескупоридов, правившей баспором в течение года в Анапске археологический музей Краеведомф. Константиновым был передан мраморный постамент с греческой надписью. Памятник происходит с территории городища Горгипия. Надпись выглядит следующим образом. Перевод «Царь Аспург, друг римлян», происходящий, от великого царя Асандроха, посвятил Гермесу и Гераклу при гимнасеархе Дасии, сыне Рипа, в 303 году. Тем самым посвящение из Горгипии содержит наиболее раннюю документально засвидетельствованную дату начала – царствования Аспурга. Еще и натерсно, что тут учитель эгимнасеарх имеет имя Дасий, близкое славянскому Дасай, что в общем то и означает учитель, фиксированный учитель общины. Царь Аспург, друг римлян, сын царя Асандроха, посвятил статую Эйрота Афродите Урании, владычице Апатура, в качестве благодарственного дара. Пантикапаирн, Керчь, 23 Эйди. 1. 5. Фенергаурир, 16 Эйди, Иоспи-2, 364. 1 в бета, а во второй степени, а во второй степени. 5. 10, 15. 20. Тарнаис, Сиэй. 1, 50 Эйди. 1, 5 и бета. Богом высочайшим, старики спасены от больших опасностей. Вион и Теодорос, сыновья Фанна и матери. Князь держит специфический жезл булаву с бюстом. Данную традицию начала динамия дочь Фарнака, внучка Евпатора, которая так символизировала, что правит от их имени. Позднее римляне требовали заменить изображение Евпатора на изображение римских императоров. Царь Аспург, Цепарс, Твующий. Надпись номер 39 из Керчи, известная с 1948 года, Музей изящных искусств Москва. Текст левой половины Великому царю Аспургу, другу римлян, царствующему над всем Боспаром, Феодосией, Синдами, Миатами, Торпитами, Торетами, Всесами и Танаитами, который покорил Скифов и Тавров. Своему спасителю и благодетелю посвятил. 320 года и месяца сия точка. 320 год метродатового царства, Боспорской эры, равно 23 году нынешней эры. Вероятно, этот блок с надписью был частью постамента, посвященного царю Аспургу, возможно, со статуей. Надпись номер 40 на постаменте из белого мрамора, найденная в 1865 году в Керчи. Керченский музей, великого царя Аспурга, статую, друга римлян, произошедшего от царя Асандроха, друга Цезаря и друга римлян, царствующего над всем Боспаром, Феодосией, Синдами, Миатами, Торпитами, Торетами, Всесами и Танаитами, и покоривший Скифов и Тавров, сын министрата, начальник острова, поставил, своего спасителя и благодетеля. Храм Аспоруга, культ которого активно развивался на Боспоре. Аспругиане, бывшие поначалу политической партии Аспоруга, постепенно стали его почитателями и так сформировался культ, несколько аналогичный культу римских императоров. Статуя молодого Аспоруга конец Айв-Эн-Э, Пантикопей. Сам же Аспоруг поддерживал традиционные культы Боспора, Таргелейства, культ Пересада, Археонакта, Митридата Христа и Евпатора. Также содействовал распространению культа Гелиосомитры, культ которого несколько совмещался и с культом Аспоруга, именно в контексте чего и представляется смысл изображения на золотой пластинке из Гаргипии. Он провозгласил себя чистопородным, царственно рожденным законным царем Боспора и великим Сарматом. В Риме Аспорг установил особые, дружеские доверительные отношения с императором Тиберием, следствием чего и явилось появление имен Тиберию, что унаследовали все его потомки, начиная с Котиса Ай, дословно «малоприятное», «уменьшено приятное» или «приятное коням». Ее отцом был Котис 8, 19-го года Н.Э., который правил как царь Фракии, провинция, Великой Армении и Киликии с 12-ти по 19-й год Н.Э., также был архонтом в Афинах, а в храме Асклепия в Апидавре был построен колонный зал. Ее матерью была Антония Трифаина, 15-й год до Н.Э., 55-й год Н.Э. Единственная дочь Полимона Ай, царя Понта, 37,87-х грамма, до Н. Из 14-го года до Н.Д.Э. царь Боспорского царства и его жена Пифадор Истральский, которая через свою мать Антонию, 50-й год до Н.Э. Была внучкой римского государственного деятеля Марка Антония, 83-го года до Н. 30-го года до Н.Э. и, таким образом, дальние родственницы императоров Нерона и Каллигулы. Потомки Аспургоса. Митридат III, полное имя, Тиберий Юлий Митридат Филогерманикус Филопатри, был царем Боспорского царства с 39 по 44 год и царем Колхиды с 41 по 44 год, но оставался холостым. Котисай, Котисай точка, полное имя, Тиберий Юлий Котисай Филокизарь Филомаис Евсев, царь Боспорского царства, 45-69, и Колхиды, 41-44, и Евника, греческая дворянка неизвестного происхождения, Н.69 года Н.Э. Он был ближайшим родоначальником династии. Гиппайперис, греч. Жила в I веке, была фракийской принцессой и римской царицей Боспорского царства. Гиппайперис была первой дочерью римского правителя фракии Котиса VIII, чьими родителями были фракийский царь Рой Металка и его жена Пифадорис. Матерью Гиппайпериса была Антония Трифаина, дочь Полимона II и Пифадориды Понтийской. Ее бабушка по материнской линии была внучкой римского триумвира Марка Антония и была связана с различными членами императорской династии Юлиев-Клавдеев. Гиппайперис не упоминается в литературных источниках древности. То, что известно об этой фракийской царевне, исходит из надписей, переданных из Боспорского царства, города Кизика в Малой Азии и монетных находок. Кизик стал второй резиденцией для ее семьи, где выросла Гиппайперис. Различные находки монет доказывают, что Гиппайперис носила титул царицы. Она вышла замуж за боспорского царя Аспурга, имевшего греческие и иранские корни и приходившегося сыном царицы Динамиды от первого брака с царем Асандром. У Гиппайпериса было два сына от Аспургоса. Тиберий Юлий Митридат, он был назван в честь Митридата 6-понтийского и умер в 68-м годе. Тиберий Юлий Котисая свое имя он получил в честь своего деда по материнской линии, Котиса 8. Когда Аспургос умер в 38-м годе, Гиппайперис правила боспорским царством со своим первым сыном Митридатом до 45-го года. Позже к власти пришел ее другой сын Котисай, и Митридат был сослан. Потомки Котиса Ай правили боспорским царством до середины 4 века. Митридат 8, Тиберий Юлий Митридат Пантийский, Дер, Грич. Тиберий Юлий Митридат Филогерманикус Филопатри, известный как Митридат 3.Грич. Клаудиас Митридат Филогерманикус Филопатрис, царь Боспоров 39, 44 или 38, 46 годах точка, был священнослужителем боспорской державы. Митридат был сыном первого царя Аспургоса и фракийской царевны Гиппипериды. Его младшим братом был будущий царь Котисай, Митридат имел греческое, иранское и римское происхождение. Он также был внуком боспорского царя Асандра и царицы Динамии, а также римского клиентского царя Фракии Котиса 8 и Антонии Трифены. Через свою римскую бабушку Антонию Трифену он был потомком триумвира Марка Антония. Кроме того, Митридат был в родстве с многочисленными членами императорской династии Юлиев-Клавдиев через Трифену. Митридат был назван в честь своего предка Митридата 6. Назван понтом. Когда скончался отец Митридата 8, царь Аспург в 1938 году, он стал правителем вместе со своей матерью Гиппипирис. Римский император Каллигула намеревался передать боспорское царство царю Понто-Полимону 2, однако Митридат 8 смог взять власть в свои руки и царствовал самостоятельно. В 44 году римские войска вторглись в боспор во главе с братом Митридата, Катисом Ай, и военачальником Юлием Аквиллом. Информации о молодости Митридата очень мало. Когда отец Аспургас умер в 37-м годе Н, мать Гиппипирис взяла под свой контроль боспор, как показывают найденные ее монеты. Царева выпускала монет с изображением мужской головы, повернутой вправо, и словами бацеиц Миппоатой, царь Митридат, на Аверсе. Несомненно, это изображение ее сына Митридата, царя Боспора 39-40 грамма Н. Э. Эта монета не словажные пропагандистские сообщения, так как указывала на наследника престола. В этом случае сама мать как бы является правительницей регентшей, царствующей от смерти мужа до вошедствия на престол несовершеннолетнего сына. Возможно, что Митридат правил вместе со своей матерью, когда стал царем. Он использовал те же прозвища, что и дядя Гаюш Юлиуш Полимон II, филогерманик, друг Германика, и филопатрис, любящий родину. Где-то до 45-го года Н, император Клавдий признал его законным правителем всей Боспорской империи. В 45-м году по неизвестной причине Клавдий заменил Митридата своим младшим братом, Тиберием Юлием, Катисом Ай. Митридат любил использовать и на монетах, и в торжественных действиях древний тризуб Митридата Евпатора, кроме того, при нем, при реконструкции в дворце Пантикопея нашли древний княжеский тризуб, который посчитали тризубом пересада Ай-Великого. Позднее тризуб Евпатора будет потерян, а тризуб пересада Ай-Великого боспорские цари будут использовать еще долгие столетия. Клавдий отозвал большую часть войск, находившихся в Боспорской империи под предводительством Авладидия Галла. Остались только несколько когорт под командованием римского рыцаря Гая Юлия Аквилы. Далее, согласно истории, записанной Тацитом, Митридат 8, лишившись боспорского трона, не имея постоянного пристанища, узнает об уходе основных сил римского войска, принимается возмущать племена и сманивать к себе перебежчиков и, собрав, в конце концов, войско, прогоняет царя Дандаров и захватывает его престол. Митридат не доверял Катису Ай и Акиле и пытался вернуть себе престол. Ему удалось сделать своими союзниками вождей местных племен и перебежчиков. Митридат смог захватить контроль над местными племенами и собрать армию, чтобы объявить войну Катису Ай и Аквиле. Узнав об этой войне, Котис Ай и Акила опасались неминуемого вторжения. Оба мужчины пользовались поддержкой Клавдия. Митридат и его армия сражались с армией Котиса и когортами Аквилы в течение трех дней, прежде чем Котис и Акила выиграли войну на реке Дон невредимыми. Действия Митридата-8 вызвали ответную реакцию, так как далее Тацет сообщал, построившись походным порядком, они, Котис, Аквила, выступают, впереди и в тылу находились аорсы, посередине, когорты и вооруженные римским оружием отряды боспорцев. Враг был отброшен, и они дошли до покинутого Митридатом вследствие ненадежности горожан Дондарского города Созы, было принято решение им овладеть и оставить в нем гарнизон. После захвата Дондарской столицы Соза, объединенное войско римлян, боспорцев и аорсов осадило столицу Сирака в город Успу и устроили там кровопролитную резню. Царь Сираков Зорсин капитулировал, а Митридат-8, оставшись без какой-либо поддержки, был вынужден сдаться и в Нону, на милость победителя, упав на колени со словами «Пред тобою добровольно явившийся Митридат, которого на протяжении стольких лет на суше и на море преследуют римляне, поступи по своему усмотрению с потомком великого Ахимена, лишь одного этого враги не отняли у меня». Выполняя просьбу Митридата, Эвнон отправляет к императору Клавдию послов и письмо, в котором говорилось, что он, Эвнон, просит не о сохранении за Митридатом власти и царства, но только о том, чтобы его не заставили следовать за колесницей Триумфатора и он не поплатился своей головой. Митридат был экстрадирован и отправлен в Рим прокуратором Понте Юлием Келоном. Бывшего царя отправили в Рим, где он и прожил как пленник более двадцати лет. Он, вероятно, весьма высокомерно изъяснялся перед Клавдием, о чем могли свидетельствовать распространившиеся в народе слова «Я не был привезен к вам, а прибыл сам», и «Если ты не веришь», он был показан как общественный деятель рядом с платформой на римском форуме вместе со своей охраной, и его высказывание осталось недвусмысленным. Клавдий был поражен милосердием Митридата в его письме. Он был избавлен от смертной казни и сослан. Сохранял он и свое бесстрашное лицо, когда стоял на страже рядом с трибуной при виде жителей. Он никогда не был женат и не имел детей. Митридат до самой смерти жил обедневшим монархом в изгнании в заложниках в Риме. Был знаком с Клавдием Птолемеем и сообщал ему важные сведения касательно северного и северо-восточного Причерноморья. Позже Митридат 8 вместе с Немфидием был обвинен в заговоре против императора Гальбы, и после провала заговорщиков и смерти Немфиди он был казнен. Он жил в Риме в изгнании до 68 года Н.Э., до гражданских войн, когда был убит за участие в заговоре Немфидием Сабином. Уничтожение римлянами Успы вероятнее всего и стало причиной исходя из Причерноморья Инглингов, а название Успа позднее стало прототипом для Упсалы. Гаургипер, Анапа, 41 AD, Иоспе-2400. Бог Всемогущий-Всемогущий, Благословенный, Царствующий Царь Митридат, Любящий Германия, и Любящий Родину в году-года, Месяце Деуса, Патос Страбон воздвиг на молитву о благословении самого себя, во имя Хрисы, после, нетронутого и на него не влияет никакое наследство Зевса, Земли, Солнца. Митридат Иберийский, Груз. Царь Армении, 35, 42 и 47, 51, из династии Фарновазидов, старший сын царя Иберии Митридата Ай. Дочь Митридата, царица Зенобия, известная по аналам Тацита, а также многим произведениям искусства. После того, как Митридат был свергнут и убит собственным племянником-родомистом, Зенобия стала его женой, а впоследствии, когда был свергнут и сам родомист, тяжело ранена мужем. Родомист, ум. 58, царь Армении в 51, 53 и 54, 55 годах из династии Фарновазидов, сын царя Иберов Фарасмана и племянник царя Митридата, подробный рассказ о судьбе которого содержится в 12 книге Анналов, Тацита. Коти Эсай, Тиберий Юлий Котис, Филоцезар, Филарамиас Эфсеп, Дер, Грич. И, Еб, Тиберийас и Оулиас Катарсфилока и Сарфилармалс Еушипс, умер в 67 году, царь Боспора в 44-63 годах. Котис известен по трудам римских историков Тацита, Анналы, Каен. 12, Икосия Диона, Хистаурир Роман, Каен. Элекс, 28, 7, 8 надписям, обнаруженным в бывшем Боспорском царстве, и из нумизматических источников. Он был вторым сыном боспорского царя Тиберия Юлия Аспорга Филаромая и царицы Гипипериды, а также младшим братом Клавдия Митридата Трифилогерманика Филопатриса. Через своих родителей у него были персидские, фракийские, греческие и римские предки. После своего отца он был внуком боспорских монархов Асандро Филоцезаря Филаромаеса и Динамиса Филаромаеса, а по прялке — царей фракии Гая Юлия Котиса VIII и Антонии Трифены. Через свою бабушку по материнской линии Трифену он был потомком римской семьи Антония. Трифена, первая правнучка Марка Антония, римского триумвира, была родственницей различных членов династии Юлиев-Клавдиев. Происходилась династия Аспургов и являлся сыном царя Рескупорида Аи и Гиппепериды, приходясь, таким образом, внуком Полимону. После смерти отца в 1938 году вместе с братом Метридатом VIII унаследовал власть. В том же году лишь он прав императором Каллигулой, который поставил боспорским царем брата Котиса и Метридата, Полимона II. В 1941 году, после того, как император Клавдий передал власть брату Котиса, последний не получил никаких должностей. Впоследствии Метридат отправил Котиса Ай в Рим для налаживания тесных отношений с римлянами. Зато Котис разоблачил планы брата относительно получения независимости Боспора. За эту измену Клавдий объявил в 1944 году Котиса царем Боспора, приказав Авлу Дидию Галлу свергнуть Метридата VIII. Согласно Кассию, римскому историку, Котис должен был прийти к власти в результате измены. В 1945 году Котис Ай занял основные города Боспора. Однако брат получил поддержку могущественного племени сираков. Поэтому сам Котис Ай заручился помощью вождя племени Аорса Февнона. Борьба продолжалась до 1949 года, когда Метридат VIII потерпел окончательное поражение. Котис Ай возвел в Кесарии, Пантикопее и Фонагории храм Кесаря Себаста и был их пожизненным архиереем. В 1957 и 1959 годах Котис поставлял хлеб для армии у Мидия-Квадрата, воевал с парфянами. В его правлении римская эскадра начала регулярное патрулирование Пантийских берегов. В 1963 году, намереваясь покорить Крымский полуостров, римский император Нерон сверг Боспорского царя, покорив царство наместника Нижней Мезии. Котис был отправлен в Рим, где умер в 1967 году. Во время своего правления он женился на Евнейке, дочери скифского царя Евнона. У них родился сын Тиберий Юлиус Рискупорисай, будущий царь Боспора. Котис назвал своего сына в честь своего фракийского предка Рискупориса Ай, царя Фракии и прапрадеда его матери Гипоэпириса. Старейшие его золотые статы Рыбоспорской эпохи, 45-46 грамма, Н, Э, чеканились по образцу, установленному во времена правления царя Аспургоса. Новейшая классификация бронзовых монет Котиса Ай, основанная в основном на сопоставлении изображений и легенд с событиями в Риме, делится на пять серий. Первая серия — это монеты с отметками лицевой стороны, 4 шт, 6 шт, Н, 8 шт. Некоторые ученые приписывают им римские имена, знак Эйч будет Дадренс, Семис и Траенс. Изображения, изображенные на Аверсе Триенса и Семиса, считаются изображениями родителей Котиса, Гипоэпириса и Аспурга. Эти изображения не содержат легенды, а только монограмму отца. Эти монеты датируются 45-50 года. Вторая серия состоит из монетов с изображением на Аверсе императора Клавдия с греческой легендой Тиайкой, Кейкепак и символом номинала IB-12, а на противоположной стороне изображением Агриппины-младшей, легендой Иоян Апинен Кейкепак и монограмма с буквами Беяки Абарий. Эти монеты были написаны между свадьбой Клавдия и Агриппины в 49-м годе и смертью императора в 54-м годе. В третьей серии изображен портрет императора Нерона на Аверсе с надписью не Пноцкая и Сербэктой Кейкепак, а на реверсе, Агриппина-младшая, легенда Апин в Цесербэкт-Си, монограмма Беяки и Клеймо Айби. Анализируя содержание легенд, установлено, что этот выпуск начался уже после смерти Клавдия, а завершился не позднее 59-го года, когда Агриппина была убита по приказу Нерона. Четвертая серия состоит из 12 ю монет с изображением Нерона на Аверсе с надписью на греческом языке. Непноцкая и Сербэктой Кейкепак. На противоположной стороне находится изображение Папеи Сабины, обращенной влево, легенда Ахиач Сербэкт-Си, монограмма Беяки и Символ номинала Айби. Эти монеты, вероятно, легенды о Непноцкой и Кейкепаке Сербэктой. С противоположной стороны буквы Мэйч, 48 рождения дочери, сестер, 21 января. Эта серия отличается от предыдущих типом реверса, номиналом и номиналом, в 4 раза больше, чем у монет номиналом 12 единиц. В эту серию также входят Дупондии, номинальное значение Ка-24 Эт. На Аверсе изображение Нерона с надписью Непноцкий Кэпак, а на противоположной стороне, ходячая крылатая Ника с венком в вытянутой руке. Этот мотив, вероятно, был заимствован с римских монет. В эту серию ученые относят также Дупондиусы с изображением на лицевой стороне фасада пентостиля с надписью Кеии с обеих сторон, а на оборотной стороне монограммы на греческом языке Би и Кей, Би или Бей и номиналом Ка. Пятая серия датируется 63-68 годами. Надпись номер 41 из Керчи 1829 года, Эрмитаж датируется 58-м годом Н. Э. Императора Нерона, статую, сына Клавдия, Цезаря, Августа, третий раз консула, пятый трибуна, отца отчизны, своего спасителя и благодетеля, царь Котис, сын Аспурга, друг Цезаря и друг римлян, благочестивый, пожизненный первосвященник августов. Пантикапаирн, Керч, 58 AD. Иоспи 2-32. Бета. Императора Нерона Клавдия, сына Цезаря Святого, высший третий, власть мэра Пятого, отец страны, сам спаситель и благодетель, Котис, сын царя Аспургоса, филоцезарь и филаримлянин, благочестивый, первосвященник святых на всю жизнь установлен. Керчпенин, Тимиргора, 45-68 AD, Иоспи 2-37, меньше чем больше чем. Добродетели, распространяющие во многих землях, показал сын Аспурга, благочестивый Котий, покровитель земли и старейшин. Скипетр древних, все принявший. Гаургипер, Анапа, 59 AD. 1. 5. 10. Евника, Дыр, Греч. И, Айвек, после 69-ти, жена царя Боспорского царства Котиса Ай. Временно была царицей во времени совершеннолетия своего сына Рескупорида II. Высокообразованная скифская аристократка, поэтесса и жрица. В неизвестную дату в царствовании Котиса Ай он женился на Евнике, сделав ее царицей Боспора. Котис Ай был монархом греческого, иранского и римского происхождения. Он был вторым сыном боспорских римских монархов-клиентов Аспурга и Гипипириса, а его старшим братом был бывший боспорский царь Метридат. В 63-м году по неизвестным причинам римский император Нерон отстранил Котиса Ай от престола, и его дальнейшая судьба неизвестна. Боспорское царство было включено в состав римской провинции Мёзия в период с 63 по 68-го год. Возможно, Нерон хотел свести к минимуму роль власти и влияние местных правителей и клиентов и хотел, чтобы Боспор полностью управлялся римской империей. В июне 68-го года Нерон умер, и Гальба стал римским императором. Чеканка монет ясно изображает успешную попытку Рескупорида 2 восстановить Боспорское царство в качестве полу-независимого Рима. Котиса Ай к тому времени уже умер, Рескупорид 2 вернул себе трон и царство. Сохранившиеся монеты и надписи дают ключ к разгадке тайны Евники. Евника, по-видимому, была религиозной царицей, которая была женщиной сильного, добродетельного характера. Она помогала своему сыну в восстановлении Боспорского царства и выступала в качестве регента, по крайней мере, в первый год правления ее сына. Евника оказалась способным правящим монархом в Боспоре, который снова процветал. Рескупорид 2, Рескупорид Ай, Эрескупорис Ай, Тайбериуш Джулиус Рескупорис Ай, Филокайсер Филоромаис Юсебс, Тиберий Юлий, Рескупорид Филоцезар Филоромиас Эвсеб, Дер, Грич. Умер в 93-х, царь Боспорос 68 по 93-го год. Происходило из династии Аспорга. Сын царя Котиса Ай и Евники дочери скифского царя Евнона. Евника приложила огромные усилия, чтобы дать сыну все наилучшие возможности духовного и интеллектуального развития, для чего она не жалела ни времени, ни сил, ни денег. Лучшие учителя и тренера нанимались для обучения князя. При желании сына куда-то поехать на обучение Евника ему помогала и всячески содействовала. Молодость провел в Риме и Киеве-Днепровском. В Киеве закончил обучение в Ордене Святого Кия и был признан Эспеера-Вершником в Мастером Конных Сражений. Бывал в Афракии. Прошел родовое посвящение в реке Сакария и осуществлял обряды в Амастриде и Синопе. В 1963 году по приказу римского императора Нерона, великий князе Котис Ай был отстранен от власти, а Боспорское царство подчинено императорскому легату-пропретору провинции Нижняя Мезия. После гибели Нерона и восхождения на римский престол Гальбы, последний признал его власть над Боспором. Из-за борьбы за власть в Риме Рескупорит-2 был окончательно утвержден на троне лишь императором Веспасианом. Также за поддержку Боспора римский император Веспасиан лишил греческие города в Крыму автономии, отвел римские войска из Тиры, Ольвии и Херсонеса, отдал Скифотаврское царство и эти города под протекторат Рескупорида-2. В дальнейшем Боспор был верным союзником императоров из династии Флавиев. Особенно помогал Домициану в борьбе против даков, языгов и роксолан. Так Боспор окончательно перестал тыть соперником Рима и даже вышел из антиримской коалиции, став римским сателлитом, хоть и полунезависимым. Выступал защитником греческих городов Северного Причерноморья. В 92-м году сделал соправителем сына Саврамата, который после смерти Рескупорида-2 в 93-м году унаследовал власть. Жена Рескупорида-2, Кастанаса, была знатной скифской княжной и по какой-то линии приходилась правнучкой святой динамии, по другим линиям имея в предках Анта, Скала, Скелура, Метродора и Гигейнота, а также Анаксагара и Эскаэра Станского. Правление Рескупориса-Ай можно исследовать благодаря его статерам. Самый древний из них происходит из Боспора 365-го года, Т.Е. 68-69 грамма точка, а самый молодой из 388-ми год Метредатовой эры, Т.Е. 91-92 год Н.Е. В литературе о его монетах мы находим различные предложения по уточнению даты начала его правления. Он стал соправителем матери в 68-м годе и полноценным правителем в 69-м годе Н.Е. Считается, что Рескупорисай умер в 91-92 грамма Н.Е. Политический кризис, возникший в Римской империи после смерти Нерона в 68-м годе, создал благоприятную ситуацию для Боспорского царства. Постоянные смены императорского престола отвлекали римлян от защиты своих интересов на периферии империи. Рескупорисай, воспользовавшись выгодным случаем, начал чеканную деятельность самостоятельно, так как чеканил запрещенные Нероном золотые монеты. У них был традиционный римский портрет на Аверсе без индивидуальных черт, так как Рескупорис не знал, кто из претендентов на императорский престол в конечном итоге одежда, предложенный в 1986 году. Статеры делятся на три группы. К первой группе относятся статеры 71-72-73-74-77-78 годов, 365-368-369-370-374 по Боспорской эре. На Аверсе изображено изображение императора Веспасиана, а на противоположной стороне Тита Вензель с именем и титулом Рескупориса Ай и годом Боспорской эры. Монеты этой группы повторяют традиционный тип, сложившийся во времена правления царя Полимона Ай, умер в восьмом годе до Эн-э. Все статеры на Аверсе изображают голову этого императора, а на реверсе голову императорского сына, год и царский вензель. На реверсе монет 368 и 370 годов изображено лицо Тита в виде молодого человека без короны на голове. Ко второй группе относятся статеры 377-382 годов Боспорской эры, 80-81-85-86, на главной странице изображение царя и надпись на греческом языке Бацач-Пичко-Йопиац, на реверсе император, Тит, затем Домициан, и год по Боспорской эре. К третьей группе относятся статеры 383-384-386 годов Боспорской эры, 86-87-87-88-89-90-Н-Э. Содержащие полный царский титул на греческом языке Тибипя-Си и Айотс-Ба-Ци-Ич. На последних известных монетах князя 388 года Боспорской эры, 91-92 грамма, Н. Подпись изменена, Бацач-Пичко-Йопиац. Статеры имеют большое значение в определении хронологии медных монет, так как проводится сравнение золотых и медных монет одного периода с портретом того же царя. Таким образом, вы можете синхронизировать медные монеты с датированными золотыми характеристиками. Риску Порис Ай чеканил медные дупондии с буквами, число 24 как знак номинала, и сестерцы с буквами Мэйч или 48. Медные монеты содержат сокращенную или расширенную легенду с титулом и именем царя, аналогичную золотые монеты третьей группы. По мнению ученых, первыми бронзовыми монетами Риску Пориса Ай являются дупондии с изображением пентостилоса. На А-версе изображены монограммы греческими буквами Би и Кей или Бий, вероятно, принадлежащие его родителям. На реверсе фасад пятиколонного храма, приподнятого на многоступенчатую возвышенность, а по бокам буквы – К. Ученые по-разному трактуют наличие на монетах изображения пентостила. Риску Порис мог использовать этот мотив из символики римской пропаганды 68-69 грамма точка, а не из реалий. Важно отметить, что римский храм капитолийского Юпитера был не пентостилом, а гексастилосом. Однако одна из трактовок слова Пантикопей переводится как «город пяти святилищ», также «город всеобщего святилища» или «город понтийского святилища». Синхронизация серии статеров с медными монетами дала следующие результаты. Первый период – 69-79, это вензеля царя, первая группа, и Дупондия с пентостилем и вензелями его родителей. Второй период, датируемый 80-86 годами, рядом со статерами второй группы чеканились Дупондией и сестерцы с надписью на греческом языке бацейц-пыцкой. С другой стороны, третий и последний период, 87-92 года, это выпуск статеров третьей группы и четырех серий медных монет, которые заключаются в следующем. Дупондиюсес с изображением знаков отличия отца с обеих сторон и надписями сисикотойк на аверсе, и тиоуайач на реверсе. В эту же группу входят сестерцы с изображением царя, сидящего на курольном стуле, и надписью «Тайберейквиаёч бацейч пыцкойпиц на аверсе». Рядом с царем вязь с буквами Теоа. Ученые по-разному расшифровывают эту аббревиатуру, некоторые как, а другие рассматривают его как число 371. Эта вторая интерпретация будет датой Эрубоспор, 74-й год Н.Э. На второй странице показано оружие, включая круглый щит, меч, шлем, копье, с легендой на греческом языке сисипыцкойопиац. Сестерцы с изображением курольного кресла на аверсе и ники, держащие в вытянутой руке венок на противоположной стороне, или буквы МН, окруженные венком или щитом. Дупонди чеканил в 87-92 годах с изображением двух голов, которые ученые толкуют по-разному, одни видят портреты царской четы, другие портреты Риску Париса Ай и его сына Саврамата. К этой же группе относятся женщины-сестерцы с изображением царя и заключенных на аверсе. Царь ставит ногу на колено преклоненного пленника, вероятно, аланского происхождения. На реверсе изображена ника, венок, две головы или городские ворота. Мотив колено преклоненного узника трактуется следующим образом. Во время датских войн римский император Домициан, выведя свои войска из Боспора, ослабил государство Риску Париса Ай, Аланы, желая воспользоваться случаем, вторглись. Однако нападение было отбито царем, который увековечил свою победу на монетах. В последнюю группу входят сестерцы, на аверсе которых изображена голова царя со скипетром и трезубцем, считающимися царевскими знаками отличия. Уникальным погребением позднеримской эпохи является могила царицы с маской, открытая А. Б. А. Шиком в 1837 годе на глинище в Керчи, погребении царицы с золотой маской, царская гробница жены Риску Парида 2, комплекс глинища 1837 года и Т. Дней. Сегодня большая часть вещей коллекции царской гробницы хранится в государственном эрмитаже РФ, то есть украдена у Украины. Вероятно, это общее погребение Риску Парида 2 и царицы Кастанасы. Открытие было сделано в большом кургане высотой 9,6 метра в окрестностях деревни Глинище, на глубине 4,27 метра от поверхности находился мраморный саркофаг, имевший форму параллелепипеда с треугольной крышей и коническими фигурами по углам, напоминающими рога. В нем лежали останки с большим количеством драгоценных находок. А. А. Б. Ашик пишет, что при открытии погребения присутствовали градоначальник, чиновники и жители города, и все увидели после поднятия крышки саркофага. Остов с золотым лицом, диодемию на голове и в полном наряде. Одежда царицы, усеянная золотыми украшениями, ткань, которую покрыта была голова, не спадала до пояса и сохранила свой цвет. Эта ткань была шерстяная с золотыми узорами и другими украшениями, но едва к ней коснулся воздух, то все разлетелось в пыль, и остались только золотые блестки. Помимо золотой маски и золотого венкодиодемы с центральной пластиной, украшенной по краям четырьмя гранатами в оправах, были найдены золотые серьги, украшенные гранатами, золотая гривна, два золотых браслета, два золотых перстня с вставками камней и золотое кольцо. По сторонам лежали фрагмент золотой фибулы, деревянное веретено, покрытое золотой фольгой, красный кожаный кошелек с аппликацией в виде хищной птицы, вырезанный из кожи, бронзовая фибула, золотой флакон, украшенный гранатами, несколько оправленных в золотую оправу гранатов, пятьсот шестьдесят золотых бляшек, которыми была усеяна одежда. Остальные вещи лежали без точного указания, частично в самом саркофаге, частью в могильной яме, что может указывать на факт вскрытия могилы еще в древности. Из золотых вещей, части двух золотых полихромных конских уборов с серебряными ременными пряжками, из серебряных предметов, ваза с крышкой, украшенная амурами с гирляндами, скипетр, три серебряных сосуда, два кувшина и ковш, составляющих, вероятно, сервиз, три ложки и большое серебряное блюдо с надписью «Гречь». Царь Рескупорит, которая стояла вне саркофага, за головой. Если могила бы была вскрыта грабителями, они бы унесли золото, а так, видимо, тот, кто вскрыл могилу, украл какой-то древний артефакт. Также за пределами саркофага, у ног располагались два бронзовых котелка, большая бронзовая чаша, украшенная с двух сторон аташе в виде голов горгоны медузы и ручками в виде змей, бронзовый кувшин с беконическим туловом, два колокольчика, две бронзовые ножки от трона в виде лап фантастического животного и верхняя часть стойки треножника с креплением, для чаши с изображением Диониса. Здесь же были найдены большое бронзовое зеркало и фрагменты железного ножа плохой сохранности, но сохранилась золотая оправа рукояти с элементами скани. В описи находок А.Б. Шика числятся два бронзовых меча. Два золотых браслета были сделаны в виде манжет. А.А.В. Горская полагает, что такие браслеты характерны и для Триф-Пен-Э. Золотой флакон с гранатами в оправах предположительно имеет восточное происхождение. Самая близкая параллель происходит из Иберии, из могилы номер 7 аристократического некрополя в Армазисхеве. Наиболее поздние флаконы этого стиля найдены в заполнении постройки номер 18 в Танаиси, откуда происходит также 17 монет Рескупорида 4, 242, 276 года. У двух золотых серек с кулоном в виде амфор также есть достаточно ранние параллели. По аналогиям этот тип украшений датируется А.В. до Н.А.В. Н.Э. 560 маленьких золотых тисненных бляшек украшали одежду. Подобные бляшки есть в сарматских могилах, а именно в комплексах Триф-Н.Э. С другой стороны, некоторые формы напоминают бляшки эпохи переселения народов и могут считаться их прямыми прототипами. Бусы представлены различными типами больших стеклянных мозаичных бус в стиле мелифиори, глощатыми и круглыми сердоликовыми, говорящими как о ранней дате А.В. Н.Э., так и о более поздней, середине слэш второй половине Триф-Н.Э. Таким образом, анализ хронологии типов украшений костюма, выполненных в полихромном иранском стиле, позволяет говорить об их датировке второй половиной 2, а началом Триф-Н.Э. Хотя отдельные типы бус и показывают более позднюю дату. Серебряная пиксида с шаровидным туловом, украшенная эротами, несущими гирлянды с головой медузы. Изделие имеет аналогию из кургана Хохлач, которая датируется, согласно Б.А.В. Раеву, три слэш два ВВ до Н.Э. Есть и иные параллели, происходящие из некрополя Одессаса, которые датируются серединой два ВН. Б.А.В. Раев, основываясь на болгарских параллелях, отнес пиксиду из керченского погребения 1837 года к два три ВВН.Э. Два серебряных кувшина с яйцевидным туловым имеют валики на горле. У одного из этих двух кувшинов с аташе в виде маски медузы есть близкие параллели в кладе шаурс во Франции, датированном, согласно монетам, после 275 года Н.Э. Серебряный кувш имеет достаточно многочисленные аналогии в кладах два ВВН.Э. Два бронзовых ведра типа Химмор бытовали в рамках 180-320 года серебряные ложки, происходящие из могилы 1837 года, принадлежат к эпохе, идущей от конца А.В.Н.Э. До рубежа два слэш три ВВН. Наиболее поздние аналогичные объекты были найдены в княжеской могиле в Мушове, К.Е. 170 года, и в кладе из Бертовилия конца два ТРИВН. На одной из этих ложек можно прочитать поврежденную запись, которая содержит фрагмент даты Боспорской эры. А сокращение от Эрхаскоупород Рискупорид Раскопорис Раскопорих 240 ДНЭ, 220 ДНЭ Предполагаемое его имя в греческом варианте SS имело форму, а в латинском CC. ПИ, ПИ, ведические аналоги Тибириос и Олиас Рископоридос В официальных источниках находится трактовка Ре, Скаупорис, Общ Ир Рискввош, Гнида, Плюс Курт Пор, Волосы Только представьте себе, как Аспорук, планируя стать царем Боспора, принял себе имя, вшивоволосый. А его потомки более десяти поколений продолжали с гордостью его носить. Лучше бы вспомнили эпитет наследных индусских чакровартинов Расаку и Параадо, блаженно начальствующий по праву происхождения, что и в звуковом и смысловом плане подходит намного лучше. Притом, историки не отвергают, что Тибири и Юлии и Рископориды савраматы были связаны с сарматами, а одна из основных сарматских династий Раксоланы переводится как «светлые аланы», а не «вшивые». Значит, и параллель к имени Рископорид можно искать в ближней Боспару сарматской среде, не погружаясь в курдо-иранские дебри. Кроме того, несмотря на позднее сокращение, имя состоит из основы и концовки на греческий мотив. Чистота, царственность, светлость, божественность. Пород, с переходом АВК-Квукр.яс. Порода, происхождение. Рекс, атлад. Рекс, ариекс, монарх, верховный руководитель, Рекс Секраурем, уай римлин жрец, занимавший первое место в Ордосе Сердотрм, состоявшем под верховенством великого понтифика, понтифих Махимус. Как титул монарха ставится после имени царя. Царь, царствующий породу. Имя близкой конструкции, Распараган, Раскан, Раскадагас, все это Раскаланские имена. Византийский император Константин, занимавшийся активной интеллектуальной деятельностью и изучавший многое, включая и историческое, взял себе эпитет багринородный, порфирогенет, что может быть поздним вольным пересказанием идеи, заключенной в имя Раскапород о царственно рожденной. Первым из боспорских царей, носящих имя Раскапород, был Левкон-2, Бета, сын Пересада-2, Архонт Боспора и Феодосии, Басилевс всех синдов и миотов 240 до н.э., 220 до н.э. Дыр, Грич, Эй, Райскаурприс, Райскоупорис, Раскоупорис, Раскупорис, Рискоупорис, Рискупорис, Латинский, Эрщупорис, Рескуприт, Райскупорис. Фромтерсерн звездочка Раскупорис, Свифтбой слэш сон. Быстрый мальчик слэш сын, Дуриданов, Иван Васильев, 1985, язык фракийцев, на немецком языке, том 2, Хайранрмс Верлак, ISBN, старш-62-63-82. Эрскаупорис, М., Генитиви, Терт-Дикленшин, Тамашек, Вильгельм, 1893-1894, Древние фракийцы, Этнологическое исследование, на немецком языке, Верлак-Вон-Фрейдрич-Темпски, страница 27. Резерс, Резус, легендарный фракийский царь в Илиаде, Кей. 1200 года до н.э. Среди синдоскифов можно вспомнить Актомасада Гекотеевича Скетипорида, были известны также имена древних царей, такие как Сармопород, Сайапорот, Сиавянскопород, Сиавянский, Сангопород, Эротапород, Сагропород, Сатропород, Ксенджепород, Альвеаспорит, Лиаспорит, Баспорит. Среди европейских правителей встречается имя, Хильперик, Ф.Р. Чилприк, Чилприко-Сот, что возводят от строгерманского и переводят как «могучий защитник». И это имя нескольких царей Франции из династии мировингов. Хильперикай, король Бургундов, Кей. 456-472 Хильперик-2, король Бургундов, 473-474 Хильперикай, около 539-584, король Франков, 561-584 Сын короля Хлотаря Ай и Арны Гунды Хильперик-2, около 672-721, король Франков, 715-721 Сын Хильдерика-2 и Белхильды, Белликильды Хильперикай, король Бургундов, в 473-480 годах Сын Гундахара, Гунидара и брат Гундиоха Правил в Авьенской и Лубдунской провинциях Воевал совместно со своим братом Гундиохом, Гуннадаком, в Испании на стороне вестготского короля Теодориха-2 со свевами Имя Хильперик можно попробовать интерпретировать как Галопород, а тесть Галпороду, вероятно имевший законные родовые права гальской знати Гимн Ардвиссурия XXI 98.Натариды, Натарид Виштаспа Наатара, Натариды, название семьи, выходцы из которой способствовали успеху проповеди Заратуштры Роксанаки, Росканаки и царствующие на Земле, главный город скифов-саков, находившихся в симбиозе с эраскаланами Серебряное блюдо по форме сосудов появились центральные плафоны с монограммами, выполненными одновременно в технике черни и позолоты Из комплекса царской могилы также происходит фрагмент золотой двучленной лучковой фибулы Сохранились лишь игла, пружина и ось, но, вне всяких сомнений, она относится к типу 15-3, па-к Амброзу, и датируется исключительно серединой, второй половиной триф-н-э Две гарнитуры конской сбруи имеют серебряную основу, украшенную золотым тисненным листом с сердоликовой вставкой в центре Тип узды из погребения с золотой маской оригинален, там нет колец распределителей ремней Все бляшки крепятся на ремни узкими пластинками, но оригинален и тисненный орнамент змейками по контуру, который более нигде не был встречен Сердоликовые вставки вставлены на серебряную основу и прикрыты сверху золотой бляшкой Добавлением к этому является также тип серебряных пряжек с удлиненными узкими обоймами и удлиненно-овальными, гранеными рамками, которые крепили ремни поводив к трензельным кольцам Антрополог И.И. Гохман в 2004 году осмотрел золотую маску на предмет определения, с какого лица она могла быть изготовлена Им был проведен детальный антропологический анализ керченской маски и обработаны метрические результаты По заключению И.И. Гохмана, золотая маска реалистически копирует или изображает лицо мужчины возраста 30-35 лет, европеоидного облика Список литературы Шаров А. Ваэлита позднеантичного Боспора, погребение с золотой маской Слэш-слэш КСЯ 2014-й ВЫП 234 Шаров Оу.Казанский М.2006 Лес Руа Эй Юморске Дьор Слэш-слэш Щукин М.Казанский М.Шаров Оу Дэ Лес Готх Шиухонс Леонорт Дэля Мер Нойре И Юбасемпэры Этэ Ильепа Уэ Дэ Грэндерс Мигратион Археологи Чалстоди Сон Леет Энти Курти Энтерли Меди Ивал Евро Фенер Гаурир 79 Эйди 1 5 Феремансер Трмран 71 Эйди Иоспи 2 355 1 5 Гаургипер Анапа 68 92 Эйди 1 5 Фенер Гаурир 68 92 Эйди Иоспи 2 361 1 5 Гаургипер Анапа 68 Эйди Сиалсу Сиэйджи 49 10 32 1 5 10 15 А во второй степени А во второй степени Понтикап Аирн, Керчь, 93 Эйди Айджи Арай 885